Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим весьма важный вопрос о том, каким образом вы можете обеспечить вариативность в построении и содержании дошкольного образования, используя контент МЭО «Детский сад». Сегодня мы будем заниматься проектированием занятия с использованием ресурсов нашей системы, но в соответствии с теми целями, которые вы перед собой ставите. Еще раз хочу напомнить небольшая вступительная часть, такая, ну, скажем, информационная, информационная о том, что система МЭО «Детский сад» равна как и МЭО «Начальная школа», МЭО «Средняя школа», МЭО «Основная школа», они построены в так называемой модели смешанного обучения, когда часть образовательного процесса реализуется с помощью цифровых образовательных ресурсов, а часть образовательного процесса реализуется с помощью традиционных дидактических материалов, традиционных методов, традиционных средств обучения. Как я уже вам говорила, сам термин смешанное обучение или blended learning, он пошел из штатовской и английской в Великобритании системы образования, причем высшего образования. Разрабатывался он именно для студентов, разумеется, с элементами мобильного образования. Когда образование осуществлялось дистанционно в любом месте, где бы не находился студент или преподаватель. Мы сейчас пока с вами будем говорить только о бочном режиме реализации основной образовательной программы, когда дети находятся непосредственно в детском саду и образовательный процесс строится в непосредственном взаимодействии педагога и детей, что называется, глаза в глаза. Я педагог, я всех детей перед собой вижу, я могу их совершенно по-разному организовать на занятии. У меня может быть фронтальная форма работы, работа подгрупповая, работа в мини-группах или командах. В зависимости от того, какие обучающие, воспитательные или развивающие задачи я педагог, я воспитатель перед собой ставлю. Мы сейчас пока не углубляемся в дистанционный режим работы. Мы сейчас рассматриваем цифровые ресурсы системы МЭО «Детский сад» как часть образовательного процесса, реализуемого очень традиционно. Дети в детском саду. Так вот, вот эта модель, она очень хорошо применима как раз для того, чтобы обогатить образовательный процесс деятельностью детей в привычной для них цифровой образовательной среде. Конечно, можно было бы обойтись и без цифры, строя занятия по очень традиционным моделям с помощью дидактических, игровых ресурсов без применения цифры. Да, безусловно, можно, да, безусловно, большинство педагогов в нашей стране это сейчас так и делает, но это суть в том, что цифры интереснее, потому что возможности больше у цифры и потому что детям эти ресурсы тоже могут быть очень и очень интересны. И потом, еще раз, уважаемые коллеги, мы с вами реализуем стандарт дошкольного образования при работе по любой программе. Какую бы основную образовательную программу ни создал детский сад, она так или иначе направлена на реализацию в госдошкольного образования. Во вгосдошкольного образования у нас сформулированы целевые ориентиры. Они не являются основой для оценки ребенка, оценки достижений или оценки профессиональной деятельности педагога, но тем не менее это та цель, к которой стремится каждый педагог. Вы знаете прекрасно, что наши целевые ориентиры сформулированы в качественных характеристиках, то есть они описывают личностные качества нашего ребенка, качества его личности, которых мы можем достигнуть в процессе дошкольного образования. Причем образование понимается широко, как приединство воспитания, обучения и развития. Ни в коем случае не только как процесс обучения ребенка, не только как процесс овладения знаниями, умениями и навыками. Здесь мы во главу ставим воспитание. Вот мы сейчас как раз и говорим о том, что ресурсы МЭО «Детский сад» и ваша педагогическая деятельность по использованию этих ресурсов в том числе помогает нам в педагогическом процессе достигать этих самых целевых ориентиров, как развивать те самые качества личности ребенка, которые называются активность, инициативность, любознательность, самостоятельность, совокупность и соответственность, все те личностные качества, которые обозначены в наших целевых ориентирах. Мы с вами говорили о том, что при реализации технологии смешанного обучения, вот это разумное сочетание традиционных дидактических средств и цифровых ресурсов, оно используется при реализации образовательного процесса в целом, любой его формы. А форм-то у нас с вами достаточно много. Я сейчас перелесну несколько слайдиков. Вот. Вот они, наши формы, в которых реализуется наша основная образовательная программа. Помимо занятия, вот большинство педагогов у нас до сих пор зациклено на том, что занятие – это основа основ. Проведите качественно занятие, и вы реализуете основную образовательную программу. Ну да, особенно если принять во внимание целевые ориентиры. Вы прекрасно понимаете, что в течение полутора часов в день мы обязательно разовьем активность, инициативность, и самостоятельность нашего ребенка, достигнем позитивной социализации, реализуем индивидуальный подход, все остальные принципы в госдошкольного образования. Мы прекрасно понимаем, что это не так. Занятие – лишь одна из форм совместной деятельности педагога и детей, в которой наш ребенок развивается. Занятие – лишь одна из форм реализации нашей образовательной программы. А мы образовательную программу реализуем в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. И здесь в этой фразе кроется, во-первых, время в течение каждого дня. Вот он пришел у нас в 7 утра и ушел в 19.00 из детского сада. И все эти 12 часов мы реализуем образовательную программу. И в эту же фразу в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду вкладывается еще и календарная такая систематизация. То есть мы не ограничиваемся рамками привычного для школы учебного года. Вот мы с 1 сентября до 31 мая отрудились, а летом все, у нас никакого образовательного процесса уже нет. Нет, это не так. Он продолжается и летом. И продолжается он с того самого момента, как ребенок впервые заходит в детский сад. И до того самого момента, как он 31 августа того года, когда ему исполнилось 6,5-7 лет, выходит из ворот детского сада и на следующий день идет в школу. Все это время мы реализуем образовательную программу. И, разумеется, мы ее реализуем не только за счет занятий. Мы ее реализуем за счет иных форм организации, совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и реализации, как вы видите, самых разнообразных форм образовательного процесса. Мы с вами рассмотрим, как у нас работают наши ресурсы и в реализации экспериментальной деятельности, и в реализации квестов, викторин или квизов, конкурсов, в реализации проектов, коллекционирования, чтений художественной и познавательной литературы, в решении ситуативных задач. Мы все это будем рассматривать. Но сегодня мы остановились на форме занятия. Пока что наиболее, скажем так, популярными, наиболее хорошо отработанными у наших педагогов. И говорим о том, что при строении занятия мы используем вот эту смешанную модель обучения, когда вся работа разбивается на три этапа. Перед занятием, на самом занятии и после занятия. Это опять-таки согласуется с положением стандарта. Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, а не только на занятии. Посмотрите, у нас и перед занятием есть работа, и на самом занятии естественный педагог выкладывается, реализуя оставленные цели. И после занятия эта работа продолжается. Поскольку важным для гармоничного развития нашего ребенка является не только вот эта систематизация знаний, сообщение ему определенных знаний, систематизация знаний, развитие определенных умений и навыков, но еще и включение нового знания в уже имеющуюся систему. А это отрабатывается еще раз в самых разных формах образовательного процесса. И, разумеется, не только в рамках тех 30-35 минут, ну, начнем с 15 в средней группе, допустим, или с 10 в группе раннего возраста, 10-35 минут на рамке занятий. Нет, это вовсе не так. Так вот, модель смешанного обучения подразумевает, что у нас есть определенная подготовка к занятию. Во всяком случае, если говорить о дошкольном образовании, то у нас идет подготовка ребенка к освоению определенной темы. Мы готовим, как правило, не к конкретному занятию, мы готовим ребенка к освоению темы, то есть к тематической неделе. И рассылаем родителям рекомендации, мы тоже с вами об этом неоднократно говорили, накануне тематической недели. Что мы будем изучать? Какую тему? Как родители могут оказать нам помощь при введении ребенка в эту тему? Зачем мы это с вами делаем? Зачем мы, собственно говоря, пытаемся нарушить ту традиционную цепочку передачи знаний от воспитателя к ребенку, от педагога к ребенку, которая заложена в дидактическую систему Каменского? Для того, чтобы опять-таки реализовать один из основополагающих принципов стандарта, который... Я прошу прощения. Который называется «Субъектная позиция ребенка в образовательном процессе». Ребенок – активный субъект. Следовательно, мы на занятии стараемся идти у опыта, уже имеющегося у ребенка. А для этого ребенок должен прийти на занятия подготовленные. Родители могут прочитать ему какую-то сказку. Они могут вместе с родителями поиграть в загадки, поотгадывать загадки или сыграть в какую-то дидактическую игру, в какую-то подвижную игру, выучить какие-то считалки, связанные с темой занятия, которые мы родителю порекомендуем. На корпорационном письме, в поводном проспекте, в мультфильме, который ребенок посмотрит, в научно-популярном каком-нибудь коротеньком ролике для детей, который опять-таки выходные родители вместе с ребенком посмотрят. Вот это вот очень важно. Ребенок приходит на занятия, уже имея определенный форму, определенный собственный опыт. И тогда в занятии у нас включаются не только передачи знаний от педагога к ребенку, то есть не только прямое обучение, но еще и самообучение и взаимообучение. Взаимообучение, когда ребенок делится своим собственным опытом, другими детьми, со сверстниками. А самообучение, когда мы используем те ресурсы, которые помогают ребенку самостоятельно получать знания. И педагогами, педагогами, психологами доказано, что самообучение и взаимообучение имеют гораздо более высокую эффективность для не только для усвоения определенной системы знаний, умений, навыков, систематизации этих знаний, формирования целостной картины мира, но также для развития высших психических процессов, внимания, памяти, мышления, воображения и личностных качеств ребенка, о которых мы с вами сейчас говорим. Вот для чего нам нужен этот самый предварительный этап или подготовка к занятию, а точнее к теме, к освоению темы. И вот ребенок приходит на наше занятие, и что же происходит, собственно, на самом занятии? На самом занятии, еще раз, у нас есть три ступенечки, три стадии этого занятия. Мы привыкли их называть иногда вводная часть, основная часть и выход из занятия, заключение. А иногда мы называем их вот таким образом, в зависимости от активности детей на занятии. Когда в основном используется аудиальная система восприятия информации через слух, эта часть занятия называется «Расскажите мне». Когда используется система восприятия через зрение, тогда эта часть занятия называется «Покажите мне». И когда используется деятельностный, системно-деятельностный подход, то есть развитие ребенка через деятельность, то эта часть занятия называется «Позвольте мне». Вот такая может быть еще и разбивка занятия. Причем вот эти части занятия «Расскажите мне», «Покажите мне» и «Позвольте мне», они тоже могут меняться местами. Мы занятие можем начать с какой-то определенной детской деятельности. Мы можем начать его на прогулке, когда играем в песочнице или лепим снеговика. Мы можем рассматривать те же снежинки в натуральную величину, грубо говоря, на темной ларежке, на шарфике, на нашем комбинезончике, а если через лупу, то это будет увеличенное изображение, перед тем, как приступить к обобщению, то есть рассматриванию и определенной деятельности. Потом уже обобщение в словах. То есть речевление того, что мы, собственно говоря, увидели, играет огромную роль для не только речевого развития детей, но и для развития высших психических функций мышления нашего ребенка. Поскольку действия, речь и мысль очень тесно здесь связаны друг с другом. Ну и еще раз я повторюсь, что можно по-разному эти части занятия друг с другом перемешивать, сочетать по-разному. И это тоже дает нам определенные вариативы. Ну и, наконец, работа после занятия с активным привлечением воспитательного ресурса нашей семьи. Вот это тоже очень важно. Это уже такой пост-релиз, который мы можем отправить нашему родителю. Отчет. Вот посмотрите, мы на этой неделе и вот это изучили, а еще и вот это, а еще и вот это. Так вот, давайте в выходные вот такую мы вам еще даем рекомендацию по организации деятельности с ребенком. Это может быть и один из традиционных видов деятельности, как мы здесь видим, да, трудовая деятельность, элементарный уход за растениями, игровая деятельность, конструкторская деятельность, продуктивная деятельность, по-разному. А может быть деятельность с определенными цифровыми ресурсами, которая тоже поможет закрепить имеющиеся у детей знания и включить их в уже имеющуюся систему знаний. Сейчас я вам предлагаю, да, тоже мы с вами уже говорили, что реализация смешанной модели образовательного процесса, она может подразумевать разные варианты организации образовательного процесса. Мы тоже это с вами рассматривали на конкретных примерах. И сейчас попытаемся более подробно рассмотреть второй вариант. Вот посмотрите, да, несколько вариантов. У вас есть традиционные методички и у вас есть система МЭО. Как можно построить образовательный процесс? Для организации занятий мы берем целиком тот сценарий, который предлагается в пяти занятиях в системе МЭО. Это первый вариант, да. И дополняем занятиями из наших традиционных методичек. На первом этапе освоения педагогом этой системы такой вариант работает лучше всего. Когда педагог работает отдельно, осваивая все возможности цифровой нашей системы, цифровой среды МЭО, детский сад. И дополняет еще весьма традиционными моделями построения занятий. Первый вариант, да. Пять занятий целиком и полностью берем из системы МЭО. А второй вариант, когда мы при проведении одного занятия без привычной нам методички или придуманного нами самими. Или взятого откуда-то из журнала. Да, вот интересный опыт другого педагога. Мы увидели и решили тоже так попробовать. Мы влюблены вот в эту методику, вот в эту технологию, которая нам предложена в определенных методиках. Нам очень нравится по ней работать. Это увлекает нас, это интересно для детей. Они показывают здесь хорошие, интересные результаты. Ну что же, великолепно. Мы так и будем продолжать работать по этой методике. При этом давайте посмотрим, а что мы можем использовать. Уже какие ресурсы, не целиком конспекты, а ресурсы из имеющейся системы МЭО для того, чтобы обработать содержание данной методики и данного занятия. Понимаете меня? Здесь уже берем не конспект целиком, не сценарий занятий целиком. Здесь мы с вами выбираем отдельные ресурсы. Когда педагог, когда вы, воспитатели, уже более или менее в системе освоились. Ну и, наконец, третий вариант организации образовательного процесса. Он вообще выходит за рамки занятий. И здесь мы рассматриваем реализацию образовательных областей в самых разных формах. Не только в занятиях, но и в перечисленных нами формах, в игре, в реализации проектов, в экспериментировании, моделировании, в работе в мастерской и в решении ситуативных задач и прочее. Но сегодня мы как раз будем с вами, вот возьмем ту самую золотую середину и поговорим как раз о том, как при проведении занятия мы можем использовать ресурсы МЭО «Детский сад». Ну, сейчас у нас приближается календарная зима, поэтому я решила выбрать в качестве темы занятия «Зима». Зима и еще одно занятие, мы его рассмотрим на следующем слайде, «Животные зимой», «Проведение животных зимой». Ну, сразу честно признаюсь, эти занятия я придумала сама, это мое творчество. Оно заключено в двух книгах, которые называются «Тематическое планирование образовательного процесса» в старшем дошкольном возрасте, старшая подготовительная группа. И еще одна брошюра, которая называется «Тематическая неделя зима в детском саду». Ну, вот такое вот мое творчество, то есть это авторские конспекты занятий, в сути дела. И вот как мне к этим авторским конспектам занятий, что я могу включить для реализации моих образовательных задач. Коллеги, мы сейчас с вами будем работать следующим образом. На некоторое время мне придется выйти из презентации для того, чтобы показать вам систему МЭО и те интерактивные ресурсы, которые мы будем использовать. Поэтому от вас потребуется определенные усилия. Смотрите, пожалуйста, внимательно на те цели, обучающие, воспитательные, развивающие, которые я планирую для моих занятий. Ну, обучающие связаны с тем, что мы закрепляем у детей старшего дошкольного возраста, старшей или подготовительной группы, что мы закрепляем? Знания о сезонных изменениях в природе. О том, что у нас существует единый годовой круг, когда один месяц следует за другим, одно время года следует за другим. В старшем дошкольном возрасте мы уже можем выяснить причины происходящих изменений, причины смены времен года и в развивающих задачах как раз и ставим вот эту цель смены, нахождение причины следственных связей, смены времен года. Почему это происходит? Ой, здесь, простите, у меня ошибка, увиделся ошибку. Ну, небольшая опечатка, я прошу прощения. Да, здесь речь идет еще о взаимосвязи явлений живой и неживой природы. Почему изменения в природе вызывают такие изменения в мире растений или в мире животных? Да, вот это тоже очень важная такая задача, которую мы сейчас будем изучать. Ну, кроме того, в развивающих целях у меня обогащение, активизация словаря детей, речевая работа в обязательном порядке. А вот если на первом занятии у меня основной акцент делается все-таки на изменениях в неживой природе, то на втором занятии, которое называется «Животные зимой», тоже постарайтесь сейчас сосредоточиться на его целях. Вот он слайдик, да? Изменения, которые происходят в живой природе, а именно в мире животных, и о том, какие существуют механизмы приспособления у разных животных, по изменяющимся внешним условиям, погодным условиям, тем изменениям в неживой природе, которые у нас происходят каждый сезон, как на это реагируют, чем на это реагируют, какими механизмами приспособления реагируют наши животные, дикие животные. То есть на самом деле вот это многообразие связей между явлениями живой и неживой природы, оно заставляет постоянно удивляться не то, что наших детей, взрослого человека. Мы узнаем так много об этом, что просто диву даемся, по большому счету. Ну, например, вот мы с вами на это все посмотрели, а теперь перейдем в систему МЭО «Детский сад». Я сейчас выйду из презентации и переключусь на трансляцию как раз системы. Да, вот она начинается. И я время от времени буду возвращаться туда, вот к чату, потому что сейчас я начну задавать вам всякие разные вопросы. И вы на эти всякие разные вопросы будете, безусловно, отвечать. Хорошо? Мы не забываем о том, что мы договорились, вы становитесь активными участниками образовательного процесса. Итак, давайте попробуем подобрать те ресурсы, которые помогут нам реализовать задачи первой части, первого нашего занятия. Те сезонные изменения в природе, которые связаны с наступлением зимы. Я предлагаю вам сначала посмотреть на курс для библиотеки курсов. Я вам предлагаю посмотреть одновременно на курс для старшей группы и на курс для подготовительной группы. Вот посмотрите. В старшей группе у меня есть несколько тем, связанных с зимой. И самая первая тема, пятая, представляете, еще осенью мы ее изучаем, кто как к зиме готовится. Но эта тема больше связана именно с животными, с животным миром. То есть она больше подойдет нам для второго занятия, для использования на втором занятии. А для использования на занятии номер один у нас с вами есть начало зимы, у нас с вами есть, что нам нравится зимой, вот эта вот тема. И есть еще проводы зимы. Ну, проводы зимы, наверное, рановато. А вот что нам нравится зимой, давайте посмотрим. И увидим, какие здесь есть интересные объекты. Какие здесь могут быть интересные объекты. Первое занятие здесь, в этой теме, в этой тематической неделе посвящено вопросам экспериментирования. Экспериментальная деятельность, экспериментирование со снегом и со льдом. И здесь есть интересные загадки, которые мы тоже можем использовать для того, чтобы вести детей в занятии. Я уже начала вам подсказывать, кстати. Вот он, пожалуйста. Загадки про сосульку, загадки про снег, про снежинки, которые падают с неба. И загадка про лед. Загадка про лед, да? Вот она, сосулька. Вот он наш снег, снег снежинки. И вот он лед, который образовался. Заодно мы, кстати, вспоминаем с детьми различное агрегатное состояние воды. Летом капельки воды, а зимой снежинки. И та же вода зимой превращается в лед. Лед может быть в виде корочки такой. На поверхности реки, водоема, озера. Или в виде сосульки. Тоже ледяное образование, да? Когда капельки стекающие выше превращаются, замерзают. И превращаются вот в такие конусы. Вот такие вот сосульки. То есть, вот давайте мы с вами подумаем, как мы можем использовать эти объекты. Объектов у нас здесь два. Первый объект, как появляются сосульки. На самом деле это сказка. Сказка о сосульке Елены Пономаревой. Которая видим аудиоролика с изменяющимися слайдами. Такая вот видеопрезентация. Или аудиопрезентация, рассказ про сосульку. Ночью нам. Живое, как быстро. Никто и не заметил. Ну, то есть, как вы понимаете. Здесь как раз ролик на 3 минуты. Почти 3 минуты, 2 минуты 56 секунд. И здесь как раз рассказывается о том, как происходит превращение или перетекание воды из одного агрегатного состояния в другое. Снежинка превращается в капельку, которая превращается, замерзает и превращается в лед, в сосульку. Она садится на самый край крыши. На солнышке крыша нагревается. Может быть, крыша была железом покрыта. Она хорошо прогрелась, поэтому снежинка превратилась в воду. Но, когда вода начала стекать с этой крыши, с краешка этой крыши, то ее прихватило морозцем. И капелька за капелькой, стекая и замораживаясь, и образовали вот этот вот конус, эту вот сосульку. Причем у основания она была толстенькой, там больше всего капелек собралось. А у самого краешка она была узенькой такой сосулькой. Конусовидная сосулька. И можно, конечно, задать детям вопрос, а почему, собственно, она в виде конуса, эта сосулька, получилась? Давайте попробуем такой эксперимент провести. А что у нас получится? И это действительно будет то знание, которое приобретено. Приобретено ребенка в деятельности, не просто распазанной педагогам, но и приобретено им в определенной деятельности. Скажите, пожалуйста, на каком этапе занятия вы могли бы использовать вот этот ресурс, когда мы рассказываем о зимних изменениях в природе? В занятии у нас все то же самое. Мы говорим о приметах зимы. Одна из примет зимы – выпадение снега. Одна из примет зимы – это образование сосулек. Одна из примет зимы – это появление льда. Вот сейчас я буду ждать ваших ответов в чате. На каком этапе занятия было бы целесообразно рассказать детям? Аудио плохо слышно. Все, хорошо. Попробуйте сейчас ответить на мой вопрос. На каком этапе занятия было бы логично включить в него этот ресурс? Рассказ о сосульке. На втором этапе, то есть сообщение отдельных знаний. Второй этап. Прекрасно. Я с вами согласна, что введение в занятия все-таки, скорее всего, мы будем использовать другие формы работы с детьми. И, скорее всего, из предлагаемых нами в ресурсе это может быть либо занять беседы с детьми, либо отгадывание загадок. Мы сейчас с вами снова перейдем в библиотеку курсов и посмотрим, какие загадки нам предлагаются уже в подготовительной группе. Вот наша подготовительная группа. И в этой подготовительной группе я выберу тему, связанную с зимой. Вот она, природа зимой. На самом же первом занятии у нас достаточно много загадок. Вот мы сможем с вами увидеть. Я сразу даже не углубляюсь в конспект занятия. Найду загадки вот здесь, в правом поле. Вот они, эти загадки. Вот они, эти загадки. Загадки о зиме. И посмотрите, их здесь достаточно большое количество. О всех зимних месяцах, о том, какие зимние месяцы мы можем назвать, о том, как мы их можем, эти зимние месяцы, и почему мы их таким образом называем. Загадок достаточно много. Мы эти загадки можем отгадывать под группами. Мы эти загадки можем отгадывать вместе у интерактивной доски, когда каждый ребенок отбегает, отгадавший самым первым, и переворачивает эту картиночку. К нам пришла зима, месяц в этой загадке, какой это месяц, это месяц декабрь, затем месяц январь, затем февраль, уже первый предвесенний месяц, выпал снег и прочее, прочее, прочее. Мороз у нас, и вьюга, да, которая наметает нам сугробы, и сама зима. Эту загадку можно оставить, кстати, напоследок. О чем же мы с вами сегодня будем говорить? Конечно, мы будем говорить о том, что к нам пришла зима, о зимних изменениях в природе, и к чему они, собственно говоря, происходят. То есть вот в этой теме мы лучше всего и легче всего будем использовать вот в введении в занятия вот этот ресурс. И мы опять-таки можем этот ресурс использовать по-разному, в разных формах организации образовательного процесса, фронтальной и групповой, командной. Для этого же занятия в следующей теме мы тоже можем найти ресурс. Сейчас я перелизну на следующую тему. Ну что, я перелизну. Я хочу вот здесь перейти на следующую тему, чтобы быстрее получилось. Посмотрите, это та же подготовительная группа, и в той же подготовительной группе, в 15-й теме, у меня есть ресурс «Зимние месяцы». Я уже даже не останавливаюсь на занятиях, а говорю именно о зимних месяцах. Ресурс, который связан как раз с визуальным восприятием, да, и творчеством наших детей. Здесь нужно раскрасить. Раскрасить, используя холодные или тёплые тона. Тёплых тонов здесь не так уж много. Вот немножко розоватый тон такой, немножко желтоватый тон обладают определённым таким тёплым оттенком. А все остальные холодные оттенки. И ребёнок начинает у нас раскрашивать. У стволы деревьев мы ещё можем покрасить в коричневый цвет. Тёплый цвет у нас здесь ещё будет зелёный. Наша ёлка, которая зимой и летом одним цветом, кажется, всё коричневым покрасит. Теперь давайте кисточку обмакнём в тёмно. И вот в такой тёмно-зелёный цвет. Покрасим все ёлки, которые зимой выглядят вот таким вот образом. Тёмно-зелёные. Очень красивые ёлки. Очень красивые наши ёлки. Вот мы их покрасили. А теперь мы будем красить небо. А небо у нас может быть не обязательно голубого. Вот такого более холодного цвета. И здесь у нас будут более тёмного цвета тучки. А если вот такой фиолетовый будет оттенок у этих туч? Ну пусть у каких-то туч он будет фиолетовым, а у каких-то вот таким. Опа, я всё небо покрасила. Хорошо. Старалась. Сейчас я исправлю это. Сейчас я это исправлю. Снова возьму. А если это будет утреннее небо? Может же оно быть вот такого цвета? Немножечко розоватого. Или наоборот вечернее. Смотрите, у меня одна ёлка ещё осталась нераскрашенная. А добавлю-ка я вот такого цвета нашей ёлки. Более яркого. Почему бы и нет? Почему бы, собственно говоря, мне вот такое ещё творчество разной оттенки зелёного. А теперь буду добавлять белого или немножечко такого бежеватого. Наверное, просто белый цвет. Просто белый цвет у меня будет для крон деревьев, для сугробов. Тон деревьев и большие сугробы. А у сугробов тоже, кстати, может быть разный оттенок. Смотрите, может быть, вот дальние сугробы. Они будут вот такого цвета. Вот я сейчас немножечко... Такого цвета может быть снег? Он вообще может быть разного цвета. Вы согласны? Снег может быть разного цвета. А дорожка будет ещё более тёмной. И если это дорожка, а не речка. Всё мы закрасили. По-моему, всё. Вот это осталось неохвачено. Наша красивая. Ничего, что-то. По-моему, я всё закрасила. А, вот это. Вот капелька говорит, что я всё сделала правильно. Что я очень сильно постаралась и раскрасила. Почему мы так раскрашиваем зимний пейзаж? А какой ещё зимний пейзаж мы можем здесь использовать? Да, здесь у нас действительно есть различные варианты. Ещё не хочется закрываться. Я закрою этот ресурс. Картины с изображением зимних пейзажей. Здесь есть вот такая вот презентация, которую можно перелистывать и показывать детям вот эти вот картины. более крупным, более подробно. Здесь не говорится о художниках. Здесь просто-напросто называются вот различные, вот эти вот, просто показываются различные картины. Февраль, декабрь, январь и так далее. То есть эти объекты мы с вами в какой части занятия могли бы использовать? Вот этот объект, который мы сейчас видели с раскрашиванием картины, с холодными тонами. Давайте-ка я вот сейчас этот вопрос для вас формулирую и спрашиваю. В основной части занятия или всё-таки в заключительной части занятия? Вы бы использовали вот этот объект? Заключительная, конечно. Мы можем сделать переход к изобразительной деятельности, но сначала раскрасим вот эту вот картину. Компьютерная графика, мы её можем раскрасить на интерактивной доске. Мы можем сравнить, организовать эту работу под группами, по 3-4 ребёнка, по 2-3-4 ребёнка у каждого ноутбука, и потом сравнить те картины, которые получились у разных детей. Правильно? У разных под групп. И у вас интересно получилось, и у вас тоже, и у вас, безусловно, это тоже получилось интересно, и мы можем это сделать вот таким образом. А теперь, смотрите, для основной части занятия мы с вами можем использовать ещё ресурс из следующего занятия, который называется «Снежинка». В этом ресурсе очень тесно переплетаются. Сегодня я. Яркое солнышко следит мне в окно. И я очень плохо вижу, где находится моя мышь. Сейчас я перейду на занятие номер 2. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть объект, который называется «Снежинка». Этот объект озвучен. Поскольку вы не очень хорошо слышите текст нашего диктора, то я просто покажу вам, какие здесь есть изображения. Посмотрите, изображения различных снежинок. Что их всех объединяет, эти изображения? Можно задать вопрос детям. Давайте рассмотрим снежинки. Вот они, картинки. Мы их могли рассмотреть предварительно на прогулке. Что у этих снежинок общего? Да, вы все прекрасно знаете, у них 6 лучей, у этих снежинок. Какую бы снежинку мы ни взяли, у неё будет ровно 6 лучиков. Такая кристаллическая структура, найденная ещё Кеплером. И, по сути дела, да, это для наших детей может быть открытием. Это, кстати, для многих взрослых будет открытием. Почему? Да просто-напросто потому, что у нас есть наша развлекавочка. Мы вырезаем снежинки к новогоднему празднику. И что мы при этом делаем? Когда мы вырезаем снежинки, мы складываем бумагу 8 раз на 8 частей. И у нас, у наших снежинок получается 8 частей, 8 лучей. А на самом деле их 6. И вот дальше, вот в этой короткой озвученной презентации, как раз и будет показываться, каким образом складывается бумага для того, чтобы вырезать правильную снежинку. Вот так мы идём поэтапно, складываем на 6 частей и получаем достаточно простую для выполнения детьми 6-лучевую снежинку. Мы можем вырезать более сложные узоры. Мы можем сделать более интересный и красивый край. Но всё равно снежинка у нас получается вот такая 6-лучевая наша снежиночка. И это тоже будет интересно для наших детей. Вот мы сравниваем. Похоже? Да, похоже. Можем ещё немножко по-другому её вырезать. И так далее. Смотрите, пожалуйста, тоже для какой части занятия. Сам рассказ о снежинке – это, безусловно, основная часть занятия. Какую структуру имеет снег? А для выстраивания причинно-следственных связей мы уже без цифровых ресурсов можем с вами показать причину этих природных явлений. Как всегда, у нас Солнце является причиной природных явлений. Солнце находится на наибольшем удалении от Земли, и поэтому понижается температура. Именно поэтому зимой вместо дождя идёт снег. Именно поэтому у нас замерзает лёд, вода превращается в своё твёрдое агрегатное состояние в лёд. Именно поэтому у нас образуются сосудки. То есть вот опять-таки, уважаемые коллеги, используем ресурсы, используем, но цели, которые поставлены в занятии, мы тем не менее будем реализовывать. А теперь давайте посмотрим, что мы можем использовать для реализации второй темы, о которой мы с вами говорили. То есть изменение в неживой природе, изменение температуры и, по сути дела, изменение в живой природе. Как животные к зиме готовятся. Опять-таки начнём со старшей группы. Я сейчас снова перехожу в библиотеке курсов. И в старшей группе, в той самой первой теме, о как зиме готовиться, у нас есть интересный объект. Вот он, этот интересный объект. В самом первом занятии, животное леса, он так и называется. «Путешествие по осеннему лесу». И если нажимать здесь на разных животных, изображённых на этой картинке, мы, во-первых, можем решить наши задачи развивающие, которые там у меня в теме стоят. В которых слово образование волк, волчица, волчонок, волчата, заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата, волк, волч... Да, про волка уже говорила. Барсук, барсучиха, барсучонок, барсучата. Кто у нас здесь ещё есть? Лис, лиса, лисёнок, лисята, медведь, медведица, медвежонок, медвежата и так далее. Вот здесь достаточно нажимать на изображение этих животных, как можно услышать, каким образом медведь готовится к зиме. Как он готовит себе берлогу, как он ложится спать в эту берлогу. От себя можно добавить. У нас же воспитатели эрудированные, да? Почему медведь прикрывает лапой нос, когда он спит в берлоге? Это уже здесь в ресурс не включается, но это уже наша с вами эрудиция, наш с вами кругозор. Для того, чтобы тёплое дыхание медведя не растапливало снег и не выдавало бы его место, его зимний лёд, его зимние спячки. Когда он дышит через эту лапку, прислонённую к носу, этот тёплый воздух, снег не растапливает. И это очень хорошо помогает волку. А лисица, как она готовится к зиме? У лисицы шуба становится более пушистой. Равно так и у волка. Лисица и волк в спячку не впадают, поэтому им нужна тёплая шубка. Как вы думаете, уважаемые коллеги, давайте опять построим причинно-следственные связи. А вот здесь наша лисица охотится за мышкой. Почему, собственно говоря, сезон охоты начинается осенью и заканчивается весной? Да, конечно, потому что как раз самая пушистая шерсть у наших животных, благодаря изменениям в природе, становится именно поздней осенью и зимой. Им нужно дополнительное тепло, вырастают дополнительные волоски в этой шерсти. Шерсть становится более пушистой для того, чтобы защищать тело от холода. Морж защищается тем, что накапливает запасы подкожного жира. Белый медведь тоже. А наши животные средние полосы не имеют такого защитного механизма. Им больше всего помогает шерсть. У лисицы и волка даже на лапках между подушечками пальцев растает шерсть зимой. Она тогда по снегу ходит, как у валенка. Вот эти нежные, кожаные подушечки лапок не касаются снега, не замерзают на снегу, благодаря тому, что вырастает дополнительная шерстка и так далее. То есть мы про каждого животного можем здесь что-то узнать. Посмотрите, коллеги, а как здесь лучше организовать работу на занятии с помощью вот этого ресурса? Так, ваше мнение. Я сейчас перейду в чат и стараюсь ваше мнение узнать. Как вы думаете, какая форма работы? Фронтальная, подгрупповая или мини-группами здесь будет наиболее благоприятно для наших детей? Как вы считаете? Можно, конечно, но если у меня только интерактивная доска, безусловно, это будет только фронтальная форма работы. А если у меня есть выбор, каким образом я это могу сделать? Вспоминайте, пожалуйста, наши воспитательные задачи. Вот это самостоятельность и удовлетворение любознательности детей с помощью цифровых ресурсов. Я вам уже рассказывала о том, что мы пытаемся переломить негативную тенденцию компьютера исключительно как средство развлечения. Мы хотим, чтобы компьютер для ребенка или гаджет для ребенка стал средством обучения. Мини-группы. Вот, великолепно. Я вот этого от вас ждала. Подгрупповая наверняка вы имеете в виду как раз вот эти мини-группы. Посмотрите, животных-то у нас здесь очень много. Картинки изображено. Вы поиграйте сначала в разрезные картинки. И пусть каждой мини-группе из трех-четырех человек достанется какое-то одно животное. И пусть они про это животное узнают, как оно готовится к зиме. Каким образом зайка готовится к зиме? Какие у него есть механизмы защиты? Каким образом белочка готовится к зиме? Ведь белочка тоже меняет свою шутку. Она из рыжей становится серенькой. Потому что в серой шубке, вот она наша белка серенькая. Потому что в серой шубке, среди заснеженных ветвей и черных веток, голых веток без листвы, белку нашу труднее заметить, чем рыжая яркая пятнышка. Вот как она готовится. К зиме-то она готовится не только припасы создавая. И кладовочки, белки на кладовочке. Но еще и вот таким вот образом. Посмотрите, как интересно. И мы можем каждой подгруппе сказать, чтобы она прослушала информацию про свое животное. А потом пусть дети сами про это рассказывают. Но здесь нам понадобится либо дополнительный видеоряд, либо неозвученная презентация. Когда мы просто-напросто перелистываем презентацию. Та же презентация про зайчика. Здесь всего-то три слайда. Но мы не будем на эти слайды включать речь диктора. Вместе с диктором у нас будут дети из этой подгруппы. Они встанут все вместе. Три или четыре человека рядом с интерактивной доской. И первый начнет рассказ по этой картинке. Второй продолжит рассказ по этой картинке. А третий уже по этой картинке. Вот как они линяют. Голова еще серая, а тельца уже беленькая. И так далее. Посмотрите тоже. Ведь от вашего же мастерства педагогического зависит, каким образом вы это организуете. А может быть вы всем детям включите этот ресурс. И они будут по очереди узнавать. А потом вы будете задавать вопросы. Если у вас одна только интерактивная доска. Любая форма работы здесь возможна. В зависимости от того, какие вы решаете задачи. И здесь же мы можем использовать великолепные хрестоматийные материалы. В заключительной части занятия или даже в той же самой основной части занятия мы можем использовать хрестоматийные материалы. Здесь у меня есть. Где она у меня есть? Сейчас найду. Вот они. Либо русские народные сказки, либо хрестоматия. По-моему, вот в этом занятии, что ли, это было. Не та тема. Так, не та тема. Это было в подготовительной группе. Хрестоматийные материалы у меня были. Рассказы Бианки. Не буду сейчас уже туда заглядывать, наверное. Мы же сейчас подходим к окончанию нашей. Нет, все-таки загляну. А вот они хрестоматийные материалы. Пики, животные и птицы зимой. И опять-таки загадки здесь будут в четвертом занятии. Здесь у нас будут великолепные хрестоматийные материалы, фрагменты с произведения Бианки, лесная газета. Месяц белых троп. Птицы под снегом, куропатки. Вот они, которые закапываются в снег, и их найти достаточно долго. Книга зимы. Почему мы называем это книга зимы? И какие следы могут остаться на снегу? И здесь же в этом же занятии, кстати, есть ресурс, который называется следы на снегу. То есть вы видите, я беру два занятия, которые, собственно говоря, строятся по традиционной методике, но привлечение дополнительных ресурсов позволяет мне, во-первых, более активно задействовать детей в разных, причем, формах организации, и во фронтальной, и в подгрупповой, и в мини-группах работать. Я вижу, что многие из вас склонны к этому, работая в мини-группах. Особенно если у нас есть вот компьютер, скажем так, основа для этой самой мини-группы. Но в то же время мы будем строить их по совершенно традиционной схеме и будем использовать самые разные подходы. И цифровой ресурс здесь выступает только как один из ресурсов. Здесь мы можем и разрезные картинки, и наши традиционные беседы, и наши сюрпризные моменты использовать, даже не используя конспекты предлагаемых нам занятий. А мы выбираем только интерактивные ресурсы. Перестраивая контент таким образом, каким нам это сейчас интересно для решения наших задач. А на следующем занятии мы с вами рассмотрим, каким образом можно использовать контент для приведения викторин, конкурсов, квизов. Современная форма, квиз – это тоже такой вот вид викторины, определенный для наших детей. Я думаю, что эта тема тоже будет вам интересна. Поэтому приглашаю присоединиться к нам на следующей неделе. А на сегодня мы заканчиваем. Еще раз отсылаю вас на сайт нашего методического сопровождения и напоминаю нашу систему вебинаров. Уважаемые коллеги, презентация вам доступна. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, вы можете обратиться ко мне лично по адресу электронной почты. Большое вам спасибо. Всего доброго. До следующего понедельника.